Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Киберпоп, и вы смотрите мои ответы на вопросы, которые мне задают в социальной сети Елицы. Мне 14 лет. В храм хожу примерно с 9 с мамой. До недавнего времени относилась к этому как к абузе, но сейчас появилось желание действительно молиться от всего сердца по-настоящему. Но искренние молитвы бывают очень редко. На литургии тяжело сосредоточиться, и трепетное отношение к религии, в общем, не испытываю. Мне хотелось бы быть ближе к Богу, но я не знаю, как. Вот такой вопрос. Вы знаете, ваша фраза «мне хотелось бы быть ближе к Богу» – это подлинное христианское состояние души, я бы так сказал. Потому что здесь вы, во-первых, видите, что вы не близко к Богу, то есть ощущение того, что вы от Бога как-то отдалены – это хорошо. И есть желание приблизиться – это тоже хорошо. В тот момент, когда вы будете считать, что вы уже близки к Богу, и вам, в общем-то, некуда идти, в тот момент вы просто перестанете быть христианкой. Поэтому это нормальное состояние души христианина, хотя хочется быть ближе к Богу. Замечательно. Искренние молитвы бывают очень редко. На литургии тяжело сосредоточиться. Но это, вы знаете, может о себе сказать любой. И я тоже могу о себе так же сказать. Искренние молитвы бывают редко. Тяжело бывает сосредоточиться на богослужении. Может быть, степень у нас разная. То есть, может быть, по сравнению с вами у меня лучше как-то получается, но мне все равно это не нравится. Мне хочется еще лучше, еще трепетнее относиться, еще с большим благоговением относиться. Так что это ощущение тоже правильное, тоже хорошее. Вообще, наша жизнь христианская похожа именно на какой-то долгий трудный путь, на преодоление каких-то внутренних препятствий, своей, может быть, лени, нежелания, в общем, уныния какого-то своего, борьба со своими мыслями, попытка всегда собраться, сосредоточиться, заставить, понудить себя. Христос ведь говорит в Евангелии, что Царство Божие нудится, то есть силой берется. И употребляющие усилия приобретают его, это я по-русски так. То есть силой берется. Вот это как раз усилие, которое мы должны над собой делать. Вот оно и так и происходит. И только по временам, иногда, когда мы совсем ослабеваем, Господь хочет оказать нам свою милость. Он покрывает нас своей божественной благодатью. И тогда у нас бывают и слезные молитвы, и искреннее покаяние, и умиление, и благоговение. И такие чувства замечательные, что мы потом добираемся снова сил, взбодримся и вновь идем трудимся. А вот не знаю, как быть ближе к Богу. В принципе, Вы на правильном пути. Потихонечку идите в том же направлении, стремитесь. Уже то хорошо, что Вы в свои 14 лет имеете такое расположение души. Постарайтесь его сохранить и пронести по всей своей жизни. По помощи Вам Божьей. Следующий вопрос. По поводу молитв святым я отвечал уже. Здесь требуется уточнение. На житейском уровне это убедительное объяснение, в смысле то мое, которое я давал в прошлый раз. Но вопрос является одним из основополагающих православного вероисповедания. И, наверное, должно быть какое-то более аргументированное обоснование. Я бы не сказал, что прямо одним из основополагающих. Вовсе нет. По моему мнению, это какая-то бытовая периферия. Я бы не сказал, что это основополагающее что-то. Ну хорошо. Из моего первого вопроса следует второй. Кто-то из признанных православной церковью святых, например, Николай Чудотворец, слышит наши молитвы, произносимые по всему миру разными людьми одновременно, вслух или мысленно? Да, еще на разных языках можно добавить. Означает ли это, что святой обладает таким свойством, как везде сущность? Нет. Не означает. Нет. Это ему по благодати Божией может дается. Господь дает. Силы Духа Святаго ему дает такое. Или так мы можем говорить только о Господе Боге? Только о Господе Боге, да. Таким свойством обладает только души святых или всех усопших людей. Ну, наверное, кому Господь даст такую благодать? Те обладают. Но более аргументированно я, наверное, не смогу Вам ответить на эти вопросы, потому что того обоснования, которое я Вам дал в прошлый раз, лично для меня хватает. И я, в общем-то, как-то не стремлюсь для себя что-то там еще как-то найти. И поэтому у меня просто нет в арсенале никаких аргументов более, так сказать, весомых. Поэтому, может быть, Вам, если хочется поглубже как-то разобраться, может быть, Вам еще у кого-то другого спросить. Я, к сожалению, глубже, наверное, не смогу объяснить. Следующий вопрос. Встречаемся с молодым человеком меньше года, живем в разных городах. Он военнослужащий. Случается между нами близость. Понимая, что это грех, батюшка говорит, что не допустит к причастию, нужно зарегистрировать брак. Разговоры о регистрации мы ведем, но последнее время молодой человек проявляет в разговорах со мной жесткость и некоторую грубость, а я человек мягкий. Появляются сомнения, а вдруг мы не подходим друг к другу и в дальнейшем не сможем ужиться. Стоит ли торопиться оформлять брак, чтобы избежать греха? По-моему, не стоит. Я понимаю, Ваше желание прикрыть грех браком. И это, в принципе, неплохо так-то. Но у Вас появились сомнения? И как-то Вам неспокойно на душе? Если Вы сейчас попробуете прикрыть грех законным браком, а потом родятся дети, а потом Вы все-таки разведетесь, то греха будет еще больше, чем сейчас. Поэтому не стоит этого делать. Лучше нужно много-много раз подумать и какое-то решение принять окончательно правильное. И что мне теперь совсем не причащаться? А вот это Вы решайте со своим настоятелем или со священником, к которому Вы ходите, исповедуетесь. Я полагаю, что формально можно Вам сказать, что Вы грешите. В общем, нельзя. Но ситуации бывают разные. И, может быть, можно иметь какое-то пастырское снисхождение к Вам тоже. Поэтому это все очень индивидуально. Решайте с тем священником, у которого Вы исповедуетесь. Здесь я Вам ничего не могу сказать. Единственное, что скажу, что Вы, конечно, загнали себя в ситуацию очень трудную. И здесь Вам тяжело выкарабкаться. Сделайте, по крайней мере, из-за всего этого выводы на будущее. И будьте осторожны в другой раз. Помогай Господь. Следующий вопрос. У меня двое детей, сын три года и семь лет дочери. На причастие стараюсь водить детей каждое воскресенье. Если сын и сейчас продолжаю водить, то с дочерью возникли проблемы, и я не знаю, как правильно поступить. Для того, чтобы ей помочь с подготовкой, мы готовимся и идем затем вместе, чтобы ей было не так волнительно и страшно. А сами Вы не причащаетесь вместе с ней? То есть, ее так каждый раз, а себя нет? Но для нее особенный страх вызывает исповедь. Она не хочет готовиться к причастию из-за этого. У нас и батюшка хороший, и добрый, но она прямо в ступор впадает. Или начинает психовать, не хочу на исповедь. Мне кажется, что ей очень стыдно и страшно, хотя она и не говорит этого. Просто не хочу, и все. В прошлый раз она написала все на бумаге, писала сама, отдала. Батюшка с ней поговорил, все прошло хорошо. Сейчас она сама предложила пойти в храм на вербное. Я говорю, отлично, давай будем готовиться к причастию. Она аж в лице изменилась. Нет, говорит, не хочу, только вербу осветить. На мой вопрос, почему? Ответила не хочу на исповедь. Как мне правильно поступить, чтобы не напирать на нее и не заставлять или, наоборот, надо заставить? Я уж ей говорю, что ты ходишь в воскресную школу, значит, на таинство ходить надо, но для нее это прям стресс. Да, это стресс. Это очень серьезный стресс для детей. Это правда. Не нас заставлять. Лично я вам могу сейчас свое мнение высказать. Может быть, со мной некоторые священники не согласятся. Вполне может быть, и я ничуть не удивлюсь. Но мое мнение таково, что детей можно исповедовать, но не перед каждым причастием. Но исповедовались они в семь лет хорошо. Потом еще, может быть, в восемь лет они тоже исповедуются. Хорошо. Потом, может быть, в восемь с половиной лет. Потом в девять. Потом в девять с четвертью. Девять с половиной. Потом в десять лет. В общем, постепенно увеличивать количество исповедей. Но причастие – причастие оставить. Для детей причастие – это хорошо. Они с боженькой встречаются. Это радостно для них. А исповедь – это очень серьезная духовная работа. Колоссальный духовный труд и напряжение. Для детей это очень болезненно и тяжело для них. Хорошо, ребенок на одну исповедь пришел, на первую. Вы знаете, какая у них детская исповедь? Вы пишите, что ей очень стыдно и страшно. Может быть, страшно, но души-то их чистенькие совсем. Эти детки приходят и говорят, что маму не слушал. Но это он так скажет, что у вас в душе все перевернется с ног на голову. Потому что для него, для этого ребеночка, который маму не слушал, он на исповеди об этом у Боженьки просит прощения. Ты думаешь, Боже мой, я-то какой грешник по сравнению с ним. Но если это часто делать, то все это превращается в какую-то формальность. Они потом как пулемет просто выстреливают все, что положено сказать. И все это уничтожается. А это плохо. Поэтому я думаю, что надо детей причащать чаще, исповедовать реже. И вот в семи лет, может быть, начинать потихонечку, приучать их к исповеди. Но делать это очень постепенно. Если ребенок упирается и не хочет, то не надо заставлять. Не надо. Может быть, условия совпадут через какое-то время. Как-то так сойдется, что будет повод и сказать, и предложить. И ребенок, может быть, и согласится. И вот как-то это нужно мягко делать. Мягко. Не надо заставлять. Не принуждайте. Не надо. Не заставляйте их. Пусть просто причащаются. Просто надо еще со священником поговорить, который будет ее причащать без исповеди. Чтобы он тоже согласен был с вами, что не нужно этого делать. И как-то с ним выработать общее что-то. К одному знаменателю прийти и делать так. Я вам очень советую. Не надо. Не заставляйте. Следующий вопрос. Любимый человек за три года до нашего знакомства ходила к экстрасенсу с вопросом, встретит ли она когда-нибудь своего мужчину. Та предсказала ей встречу со мной, описала, чем я занимаюсь в общих чертах. А еще любимый человек также с подругами вызывала души умерших. Я-то сейчас догадываюсь, что это были бесы с помощью тарелки. Они ей также за три года до нашего знакомства предсказали встречу, что я ее мужчина. Что она перейдет на другую работу через три года и там встретится со своим мужчиной. Указали правильное название организации. Мои инициалы тоже правильно назвали. Ух ты! Короче, так и вышло, как предсказали. Мы встретились через три года и полюбили друг друга. Все сбылось. Но моя любимая погибла в несчастном случае. Вопрос. Если все сбылось и все правда, то если было предсказано, что я ее мужчина, а она теперь погибла, что мне делать? Помогите разобраться, пожалуйста. Я могу выразить вам сочувствие, соболезнование в связи с гибелью вашей возлюбленной. Очень жаль, что так получилось. И полагаю, что вы сейчас испытываете как раз очень сильный стресс в этой связи. И это продлится какое-то время. И вопрос, что мне делать, то есть вы как бы растерянны. Это как раз, мне кажется, в большей степени связано именно с этим стрессом, с потерей близкого человека. Это может продлиться год, это может быть больше, продлиться и два, и три. Это очень серьезный удар. Поэтому вам сейчас просто нужно пережить, переждать все, пока успокоится. Во-первых. Во-вторых, все эти предсказания, которые делались, не нужно придавать им никакого значения. Не нужно придавать им никакого значения. Потому что бес, даже если он говорит правду, это все равно в его устах становится кривдой. Потому что он не может правду сказать. Она все равно в его устах сделается кривдой. И никакого она не несет в себе положительного заряда, что ли, это правда. Кривда теперь уже. Почему Христос и запрещал бесам говорить, что они знают, что он Христос? Он ведь никому не разрешал. Почему? Да потому что Богу не угодно, чтобы люди узнавали что-либо, пусть даже самую правду, из уст бесовских. Поэтому то, что ей предсказывали эти духи умерших, это действительно бесовское все это дело. Не придавайте этому никакого значения. Вам нужно просто пережить эту трагедию, постепенно успокоиться, прийти в себя и спокойно дальше жить, молиться за нее, о ее душе. И, может быть, Господь ниспошлет вам встречу с еще какой-нибудь замечательной девушкой, женщиной, которую вы полюбите и создадите семью, будете жить долго и счастливо, рожать детей. Все возможно в этой жизни. Так что помощь вам Божьей. Следующий вопрос. Если я в исповеди исповедовала грех блуда, боли его не совершала до следующей исповеди, сейчас хочу исповедиться при частице, нужно ли мне еще раз его исповедовать? Нет, не нужно. Если не повторяли, то не нужно. Следующий вопрос. В мое утреннее правило входят утренние молитвы по молитвослову, чтению Евангелия апостола по одной главе и в завершении пятьдесят Иисусовых молитв со вниманием и почетком. Именно в таком порядке. Как-то раз совершенно случайно при разговоре с одной пожилой опытной прихожанкой узнала, что я делаю неправильно. И начинать надо с Евангелия после предначинательных молитв, а потом уже править свое правило. Если можно уточнить и кратко, важно ли и какую соблюдать последовательность в таком случае? Нет, не важно. Как вы привыкли делать, так и делайте. Как вам кажется, для вас привычнее, лучше, удобнее, так вы и делаете. Для той прихожанки привычнее, удобнее, вот так делать. Она уже так привыкла, она так делает. А для вас это будет иначе. Так что здесь не играет никакой роли. В общем, как вы привыкли, так и делайте. Вы руководствуете своими какими-то мотивами, соображениями. Она руководствуется другими, своими. Все же люди разные. Кто-то, например, евангелие читает утром, а апостол – вечером. Ну и что же, понимаете? Кто-то, наоборот, и евангелие тоже вечером. То есть, кому как удобнее. Все люди разные. Молитесь, как молились. Все хорошо у вас. Кроме Господа, никто наших мыслей не знает. Но как тогда ангел-хранитель возносит наши молитвы? И зачем? Господь же всегда рядом и видит нас насквозь. И наши молитвы и так видит, и слышит, и понимает. Если продолжить логику, надо тогда сюда запятую поставить. И сказать, а зачем тогда вообще нам молиться? Господь нас любит? Любит. Он знает, в чем мы имеем нужду? Знает. И без наших молитв знает прекрасно. Зачем нам тогда вообще молиться? Пусть Он сам все делает. Он же знает и любит. Так Господу угодно. Вот так Господу угодно, чтобы Он хоть и знает нашу нужду, но Он ждет от нас молитву, что мы сами Его попросим. И так же Ему угодно, чтобы за нас просили ангелы, святые, покровители наши. Хотя Он и без их молитв знает, в чем мы имеем нужду. Но так угодно Богу. Так вот нужно, и все. Ну, например, почему Он требует от нас молитв? Почему Он без наших на то прошений нам чего-то не дает? По очень простой причине. Он не хочет вмешиваться в наши дела без нашего на то согласия и соизволения. С насилием над нами. Он ждет, пока мы Его пригласим, чтобы нас не сковывать, не связывать с собой. Вспомните, когда Сатана искушал Еву в раю вкусить от древа познание добра и зла. А Господь где в этот момент был? Он не вмешивался. Он заповедь дал и отошел. Это Сатана. Привяжется, так палкой не отгонишь. А Господь не навязывает себя. Так что Богу так угодно. Следующий вопрос. Жил обычной жизнью до прихода в храм. Потом все изменилось на 360 градусов. Наверное, на 180, Вы хотели сказать. Все-таки 360 – это значит, что Вы снова вернулись туда же. И остался такой мучающий вопрос. Я не могу разобраться со второй половинкой. У меня сейчас практически все друзья православные. Но не избегаю я внимания девушек, которые не ходят в храм. В храме еще больше внимания. Как понимаю, парней намного меньше. Ну да, девушки воцерковленные хотят создать семью с православным мужчиной, который будет их понимать. Поэтому, конечно, они стремятся. С одной стороны, я не исключаю возможности познакомиться с невоцерковленной девушкой. Но тогда она должна принять мою веру, мою жизнь, мои цели, что важно – храм, служба и т.д. Ну, какой торопыга какой. Но сердце больше склоняется к православной, потому что у меня не будет уже таких вопросов. Ага. Многие говорят, что можно привести к вере. Согласен. Да. Мое мнение скорее тебя выведут из нее с учетом сегодняшнего мира. Я это уже проходил. А это кто крепче стоит? Вы в своей вере или она в своем неверии? Кто крепче? Меня мучает этот зазор между православной и неправославной. Я ни разу не встречался с православной девушкой, но зато имею отрицательный опыт отношений вне церкви. Ну, это еще ни о чем не говорит. Можно отрицательный опыт и в церкви получить. Люди же разные. Бывает, не подходят друг другу. Вообще не подходят друг другу. Ну и что, что православный и неправославный? Мало ли. Где-то внутри я понимаю, что если девушка воцерковленная и тебе нравится, это огромное счастье. Это все. Боюсь отойти от храма, знаю, что это дело одной секунды. Сегодня все понимаешь, стараюсь соблюдать. Хлоп, ничего нет. Да и мир меня не особо радует своими отношениями. Все там шиворот на выворот. Правильно ли мне где-то подсказывается, что лучше смотреть на воцерковленную девушку, чтобы быть в одном духе, с едиными целями, детей воспитывать как нужно, а не мучиться всю жизнь от того, что человек так и не пришел к вере? Не воцерковленная девушка может быть и не против моей веры. Много хороших девушек делаю, как ты хочешь, но мне и так хорошо. Но какая это будет пустота, если я буду стоять на литургии без нее? Да, действительно, не надо так широко брать, что есть воцерковленные верующие и все замечательно. Есть совершенно атеистки, которые совершенно против. А между этими двумя крайностями много всего. Мне кажется, вам нужно изменить критерии. Не смотрите на верующие и неверующие, не выбирайте между воцерковленной и невоцерковленной. Смотрите на свою будущую, на свою избранницу, на свою будущую супругу, как возможную мать своих детей. Она будет матерью ваших детей. Вы хотели бы, чтобы она была матерью ваших детей или нет? Мне кажется, вот с этих позиций нужно смотреть. А вера – это все из области прилагаемого даже. Если у нее доброе сердце, хорошая душа, если она вас любит, если она разумная, мудрая женщина, замечательное, доброе сердце у нее. И она будет видеть, что на вас вера влияет положительно, ваша церковная жизнь. То есть вы ушли в храм, например, обремененный заботами, целую неделю вы трудились и вам тяжело, а пришли оттуда и сияете прямо изнутри, как солнышко. Если она будет это видеть, она, конечно, с вами в следующий раз пойдет. Или через какое-то время она задумается и скажет, что на мужа так хорошо это влияет, и мне тоже, а дети подрастать начнут. Тоже хочется, чтобы они тоже приобщались как-то. И все, она как нитка за иголкой за вами потянется, если это хорошая, разумная девушка, мудрая, прекрасная жена. Так что, мне кажется, вам нужно просто критерии изменить. А то вы, выбирая по принципу верующий-неверующий, можете такое выбрать, что потом очень печальный будет у вас опыт, и очень нехороший, и дети еще у вас появятся, которые будут потом расхлебывать результаты вашего опрометчивого решения. Так что, попробуйте изменить критерии отношений. Ищите мать своих будущих детей, ищите замечательную, разумную жену, мудрую женщину, прекрасную. А уже, насколько она там воцерковленная, это оставьте вторым вопросом. Поверьте, может так получиться, что сегодня она не очень воцерковленная, но через 10 лет вашей совместной жизни вы будете шататься в вере, а она вас будет как в маяк вам светить, и вы еще за ней будете тянуться. Очень может быть. Вы даже здесь вот сейчас говорите, что отойти от храма – дело одной секунды. Вот все есть, раз – уже нет. То есть, вы какую-то неуверенность в себе уже чувствуете, в вас какой-то нет твердости. Боитесь, что легко очень вас от веры, от храма отвратить, что не есть хорошо. Так, ладно, следующий вопрос. До светлого Христового воскресенья осталось совсем немного времени. Уже повсюду продают все необходимое для приготовления куличей. Продают также искусственные цветы и букеты из них, которые люди несут на Пасху, на могилке усопших родственников, хотя по правилам такого быть не должно. Или все-таки можно, или это просто очень сильно вросшая в народ привычка. Тогда как с ней бороться? Эта традиция возникла в советские времена, потому что, как ни крути, кладбище – это все-таки место святое. Там похоронены мощи даже, так скажем, христиан. Мы же, когда крестимся, крестится не только душа человека, но и вообще весь человек, и тело тоже. Мы причащаемся кровью телом Христовым. И не только наша душа причащается, но и тело. Фактически, человек, каждый христианин – это живая икона Божья. Человек сотворен по образу Божию. А икона – это тоже образ, образа. Только это на доске и красками, а мы Богом созданы. Да, грешные, да, в грехах. Но, тем не менее, кладбище – это место святое. И когда были закрыты все храмы, некуда было пойти на Пасху, куда было деваться? Входили на кладбище. И как-то это все постепенно в сознание проникло, что на кладбище нужно на Пасху ходить. И никак это не выветрится. Хотя сейчас и храмы есть, и все. Я согласен, в тех населенных пунктах, где нет храма, я согласен, что люди там могут и на кладбище сходить. Я, например, не против этого, потому что куда им еще идти? Если до ближайшего храма 50 км или больше, кто-то поедет в храм, а кто-то и нет. Так что пусть сходят. Но там, где есть возможность сходить, вот, пожалуйста, рядом храм, люди все равно толпами идут на кладбище. Это, конечно, очень печально. Это просто от неграмотности, от незнания, от какого-то упорного невежества и нежелание даже понять и разобраться, и как-то принять наши традиции. Как с этим бороться? На самом деле я понятия не имею, как с этим бороться. Но полагаю, что лучше всего просто игнорировать. Просто относиться к этому, как к проявлению просто неразумности людей, глупости людей. Не поддерживать никак, ну и так вообще никак. И постепенно как-то ситуация, мне кажется, будет выравниваться. Медленно, медленно, но будет. Следующий вопрос. Я бы хотел узнать Ваше мнение по поводу того, может ли быть регентом человек без специального образования, скажем так, человек, изучивший устав непосредственно на клиросе, перенимая опыт от другого регента в течение нескольких двух-трех лет? Да, может. Если он талантлив и одарен, почему же нет? Имеет ли вообще такой человек, хоть из благословения священника, право принимать решение, кто достоин быть на клиросе, а кто нет? А вот тут вопрос Вы неправильно ставите. Если Вы не имеете специального образования, но Вас наставитель храма благословил быть регентом, Вы отвечаете за хор. И Вы принимаете в этот хор или не принимаете людей не по критерию, достоин, не достоин быть на клиросе? А критерии, будет ли он полезен или не полезен? Речь не о достоин. Никто не достоин. Что Вы? И Вы недостойны, и мы недостойны. Мы на пороге недостойны ставить все, начиная от любого прихожанина в храме и заканчивая патриархом. Мы все недостойны. Но по милости Божией каждый несет свое послушание. Так что речь идет не о том, что Вы решаете, кто достоин быть на клиросе, а кто не так, а о том, что кто может или не может быть. Есть у него слух? Вообще-то нету слуха. Голос есть? Нету? Нужен вообще? Он не нужен? Если Вы отвечаете за клирос, за хор, то Вы эти решения принимаете. Тем более, у Вас есть благословение, настоятель, я так понимаю. Можно ли брать такую серьезную ответственность на себя? Вы не сами собой ее берете, а Вы получили благословение. Никто не принимает на себя, сам на себя чести, как только званый от Бога. Это цитата из Евангелия. Так что так трудитесь во славу Божию. И эти вопросы также обговорите с настоятелем. Степень ваших полномочий, что Вы можете решать, какие он перед Вами задачи ставит. А насчет того, что у Вас нет специального образования, мало ли что. Если Вы одаренный человек, у Вас есть прекрасный слух, голос, Вы легко всему обучились, ну и что же в этом нормально? Следующий вопрос не для публикации, но я не вижу причин, почему Вы его мнение не озвучите. Он совершенно нейтральный. Не знаю, почему не для публикации его сделали. Нужно ли читать молитвы по коафизме? Слышал, что их читают только по покойнику. В смысле молиться в псалтире. Я всегда все коафизмы целиком читал. А как правильно читать псалтирь? Спасибо. Псалтирь – это вещь очень универсальная. И в радости, и в горести, и по случаю каких-то торжеств, и по случаю смерти кого-нибудь, и по случаю рождения кого-нибудь. По любому случаю читается псалтирь. И за здравие, и за упокой читается псалтирь. Это тоже какой-то стереотип сложился, что псалтирь – это прямо что-то заупокоенное. Да и ничего подобного. Псалтирь – это вообще самая читаемая книга Библии. Потому что псалтирь очень широко используется на богослужении. Посмотрите, чин нашего богослужения. Чуть ли не половина – это псалтирь. Чуть ли не половина, на самом деле. Тра-та-та. На литургии антифоны, ежедневные, обычные антифоны – это просто псалмы. Тридцать третий псалом в конце литургии поется целиком. Не говоря уже о всяких прокимнах и прочее. Все взято из псалмов. Огромное количество песнопений взято просто из псалмов. Особенно на вечернем богослужении, утреннем тоже. Ну и литургии я вам уже сейчас сказал. Так что читайте и о здравии, и упокоении. Читайте псалтирь. Это, кстати, по моему мнению, лучше, чем акафисты. Так, по поводу одежды в храме. Вопрос. То, что она не должна быть яркой и вызывающей, это понятно. Но почему женщина непременно должна быть в юбке? Откуда это пошло? Я не знаю, откуда это пошло. Почему нельзя свободные брюки и кардиган, прикрывающий бедра? Да, допустим. Юбка – это так неудобно, особенно зимой. Ведь в древние времена все носили одежду, похожую на юбки или даже на платье. Да, и мужчины тоже носили. И даже штаны казались для мужчин чем-то странным вообще. И считали, что варвары какие-то носят штаны. А потом почему-то мужчины надели штаны, а женщины – юбку. Интересует, где сказано о том, что женщине нужно наносить только юбки или платье? Нигде не сказано. Вообще этого нет. Этот вопрос, я полагаю, должен решаться как-то на общецерковном уровне. Вопрос бытового благочестия. Как сейчас приняли документы о подготовке к Евхаристии, об участии в Евхаристии. Это, конечно, серьезная вещь. Внешний вид – это не столь важно, как участие в Евхаристии. Но, тем не менее, столько на этот час тему всяких мнений, кривотолков существует. Кто во что гораст. Лично я считаю так, что не обязательно придерживаться именно юбка должна быть. Я как-то более широко на эти вещи смотрю. Ну, хотя бы, допустим, есть женские брюки. Действительно, женские брюки. Но если эти женские брюки оденет мужчина и придет в храм в женских брюках, то к нему справедливо будет предъявить вопрос. Слушай, а ты чего так нарядился-то? Правда же? Хоть он в брюках, но это женские брюки. Так что уже по самому этому факту понятно, что это женская одежда. Что он нарядился таким образом. Это как-то так сложилось просто во времена Оны. Сейчас времена очень сильно изменились. Отношение к одежде очень сильно поменялось. А по инерции сохраняются какие-то старые представления. И из-за этого происходит какой-то диссонанс. Я полагаю, что в каком-то относительно обозримом будущем эти вопросы должны будут как-то решиться. Авторитетным голосом церкви как-то это все обговорено. Не так уже мнение Папа Андрея, а именно авторитетным голосом церкви, чтобы уже все увидели и приняли. Но пока ситуация такая. Все это как бы на усмотрение конкретных настоятелей храмов. В одном храме более лояльно, в другом менее лояльно. Как-то к этому относятся. Следующий вопрос. Читал, что когда молятся у иконы, нужно образ представлять Отца нашего или Святого. У меня не получается не сосредоточиться и, соответственно, не могу даже попросить что-то толком. Подскажите, как лучше у Святых или Отца нашего в чем-то о помощи просить спасибо. Фантазию нужно выключать. Нельзя рисовать себе во время молитвы какие-то образы. Боже упаси Вас от такой молитвенной практики. Я не знаю, где Вы это прочитали. Нужно образ представлять. Я не знаю, где это Вы себе прочитали. Нельзя этого делать. Ни в коем случае нельзя. Почему нельзя? Потому что, во-первых, Вы себе воображение будете развивать и будоражить. Во-вторых, Вы очень скоро начнете молиться не Господу Богу, а своему собственному плоду воображения. То есть, плоду собственного воображения. А это Ваше воображение обязательно привнесет в образ Божий свое. Потому что это как через призму пропустить что-то. Вы через свою призму это пропускаете. И насколько она у Вас искажена, настолько образ Божий в Вашей фантазии будет тоже искажен. И получится так, что Вы будете молиться какому-то своему Богу. Это будет духовная прелесть. Такая практика представлять образ существует у католиков. Они как-то ее даже культивируют. Но это все приводит к печальным результатам. Поэтому ни в коем случае нельзя себе ничего представлять. Фантазию Вы включайте, не включайте ее, наоборот. Поэтому, кстати говоря, у нас иконы, посмотрите, не запрещаются, но приветствуется канонический стиль иконы, где символы, символизм, а не иконы, где максимально реалистично нарисованы. Это именно для того, чтобы избежать этого соблазна рисовать себе картинки в головах. Так что не надо воображать ничего, просто молитесь Богу и святым тоже. Следующий вопрос. Имея сына от первого брака, отец знать его не хочет, а бабушка, то есть свекровь, спустя несколько лет пожелала с ним общаться. Я против. У ребенка переходный возраст, сложный характер. И боюсь, что общение с бабушкой навредит нашей семье. Второй муж усыновил сына, относится к нему по-отцовски. Бабушка объявилась спустя семь лет, хотя проживает в одном районе. Скажите, не будет ли мне грехом, что я протестую общение сына с его кровными родственниками? А все индивидуально. В одном случае это не будет грехом и хорошо, в другом случае, может быть, нужно как-то вам и по-другому себя повести. Все это очень индивидуально. Нельзя всех построить и сказать, что это так, а это так, а это так. Нет, тут все очень индивидуально. Может быть, действительно не стоит. Может быть. Мне кажется, вам нужно принять решение, во-первых, самостоятельно, посоветовавшись со своими родными, со своим мужем, со своей мамой, в общем, со своими родными. Посоветовавшись, можете посоветоваться также со священником, который вас хорошо знает. Пусть он тоже свое мнение какое-то выскажет. А решать все равно вам, вы мать, вам решать. Так что принимайте решение с осмотрительностью, осторожно. Как бы не навредить, но, тем не менее, здесь нельзя сказать, что да, грех или нет, не грех. Так нельзя сказать, может и то, и то быть. Так что осторожнее, да. Но, скорее всего, наверное, без проблем-то не обойдется. То есть, бабушка, наверное, будет как-то скорбеть и переживать, наверное, тоже. Может быть, и вам с ней встретиться, тоже поговорить, обсудить. В общем, ситуации всякие бывают. Пусть Господь мудрости даст. Следующий вопрос, и он у нас на сегодня последний. Уже на протяжении многих лет не могу заставить себя пойти на исповедь, так как боюсь, что не хватит сил не совершать то, в чем покаюсь на исповеди. Так как боюсь, что не хватит сил не совершать то, в чем покаюсь на исповеди. Сто процентов? Сто процентов не хватит. А вы думаете, что может такое наступить, что у вас хватит сил? В тот момент, когда вы так решите, вы перестанете быть христианином. У вас сто процентов не хватит. И никогда не будет такого момента, что вы будете уверены, что у вас сил хватит. Это знаете как? Такая вот есть притча про атеиста. Атеиста, который сорвался в пропасть, повис на ветке, на дереве. Там росло дерево, вот он зацепился за эту ветку и висит. Смотрит, никого нету, никто не может ему помочь. Выбраться он не может, спуститься не может, в общем, все, край. Вот он висит на этой ветке и говорит, Боже, если ты есть, спаси меня. Я в тебя буду верить, прям вот верить буду, верить буду. А Господь ему говорит, нет, не будешь верить. Я знаю, ты не первый на этой ветке висишь. Нет, атеист говорит, я буду верить, вот все прям по-настоящему. В общем, он стал Бога убеждать, что он будет в него верить, если Господь его спасет. И Господь говорит, ну хорошо, отпусти ветку. Атеист, как же я отпущу, я же упаду. Ну вот, говорит Господь, а говорит, что верить будешь. Надо отпустить ветку. Да, не хватит сил. Вот именно ощущение того, что не хватит сил, заставляет нас молиться. Мы отпустили эту ветку. И Господи, помоги, Господи, дай сил. Господи, все, а не на что, на себя не надеемся. Держу пост без труда во время поста. Отказываюсь от ноги Киммерского, но исповеди боюсь. Боюсь не сдержать слово. Да сто процентов. Сто процентов не сдержать. Даже бояться не нужно. Нужно просто отпустить ветку. Ну ладно, друзья мои. Благодарю. Я не знаю, на последний вопрос. Поймете вы меня? Ну вот, как ответил. Спасибо Вам за Ваши вопросы. Надеюсь, Вам понравились мои ответы. Всех благ. Спасибо.